Приветствую всех, кто смотрит нас и слушает. Меня зовут Оксана Пашина, это особое мнение Диака Андрея Кураева. Здравствуйте. Добрый день. Думский комитет по культуре посмотрел фильм «Матильда» и пришел к выводу, что чувство верующих он не оскорбляет и вообще вызывает интерес к истории страны. Как вам сама идея такого показа в Госдуме? Почему он был таким секретным, закрытым? Почему в ГУМе, а не в Государственной Думе? Или это все нормально? Я думаю, что у Думи должен быть какой-то кинозал, в котором они были посетители. Ну ладно, это их проблемы, где они смотрели. В принципе, гердикт достаточно справедлив, потому что сегодня, к сожалению, изрядная часть школьников, студентов живет в мире радикально аисторическом, внеисторическом. Для детей 90-х годов, где-то Горбачев, Петр Первый, Иван Грозный, они все современники друг к другу другу, они все жили до их рождения. И поэтому все было очень давно и почти неправда. В этом смысле наложение кино на Гугл может дать интересный результат. Вот лично я, по крайней мере, всегда так делаю последние годы, то есть я смотрю какой-нибудь фильм с исторической претензией на историчность, нажимаю на паузу, и бывает на несколько дней ухожу от экрана в интернет, и ищу, потому что я снялась какая-то деталь, какой-то эпизод, персонаж, и сопоставляю. Это бывает очень интересно, вот, скажем, сериал Борджа, очень советую смотреть именно так. Я полагаю, что для кого-то из зрителей и фильма «Матильда» тоже это будет повод для того, чтобы погрузиться в предреволюционные годы и пробовать понять и людей, и их характеры, и саму по себе ситуацию. Видите ли, вы скажете, в тушкерине связи с современностью, мне кажется, самый интересный, такой очень проходной, мимолетный эпизод этого фильма, он такой, государь идет, уже государь, да, идет по коридору, его окружают министры, и, соответственно, вопрос, где строить базу русского флота, вот, в Мурманске или где-то в Риге. И этот вопрос решается буквально на бегу, что-то и кончилось плохо для нашего флота, советской базы, там, и так далее, да, в конце концов, но дело не в этом, да, вот, это что, это, вот, мне это гораздо более интересно, чем отношение с Галериной, то есть вот, какова была въедливость, усидчивость последнего русского императора при решении серьезных вопросов. Хотя говорят, что у него, как раз, именно в военной области и образование было хорошее, и преподаватели у него в военном деле были хорошие, он, вроде бы, уделял этому достаточно много внимания, вот, но это тоже интересная тема, и, в конце концов, даже и тут, ошибка или не ошибка, то, что позднее, уже в годы Первой войны, он взял на себя верховный главнокоманд, должен был это делать или нет, да, вот, в других странах такого не происходило, даже тот же Вильгельм, он не считался командующим армией, и это генерал ему отдал, да, и поэтому получалось так, что какие-то неудачи на фронтах, они сразу сказывались на его личной репутации, вот, здесь были и плюсы, и минусы, да, то есть, тут есть о чем думать, но, конечно, не в рамках этого фильма, а он просто может дать, вот, подсказать, смотри, есть такое тематическое понятие. А депутаты, они как дети, им надо, вот, фильм показать, чтобы они заинтересовались историей, но Матильда уже обвиняли в том, что он всегда исторический. Ну, я думаю, что депутаты не о себе говорили, что они заинтересовались историей, а они сказали вообще о широких категориях зрителей, а не про себя. А фильм достиг заявленной цели, потому что Говорухин сказал, после просмотра этого фильма депутаты стали относиться к Николаю Второму лучше. Ну, фильм не мог еще достичь какой-то цели, тем более, что она не была никак заявлена авторами этого фильма. Это первый, второй фильм все-таки в прокате еще отсутствует, очень небольшие группы людей посмотрели его, ну, сколько, даже с этим закрытым показом, сколько, ну, 100 человек, может быть, по стране наберется. Но я действительно, я с самого начала говорил, что этот фильм, он, скорее, действительно позитивный для образа Николая Второго в массовом сознании. А в историческом смысле? Он позитивен? Вот депутаты стали относиться лучше, дети посмотрят, станут относиться лучше. Он способствует объективной какой-то оценке. Это разная вещь. Одно дело, это историческая оценка, она, конечно, не по фильму должна делаться. А другое дело, вот, пиар-образ или некий в массовом сознании, или у разных групп населения, какая память об этом государе. Кстати, вот вы знаете, когда еще в 90-е годы не доводилось иногда беседовать с людьми из первой волны русской миграции, с аристократами, оказавшимися на Западе, у них идея канонизации Николая Второго вызывала, скорее, отторжение этих ужасов. То есть, люди, которые, как бы, жили в мире придборных сплетен, скажем так, да, это не те, кто лично подавали чашку утреннего кофе, вот, а, ну, как бы, те, кто могли расспрашивать людей, которые в этих процедурах участвовали, да. То есть, для них это было все слишком близко, живо, и это на какой-то лубок, вот, никак не наклеивалось, не писалось это так. Да, так вот, у разных групп населения, конечно, разный образ Николая Второго, вот, и для некоторых из людей, конечно, вот этот фильм будет способствовать тому, что, во-первых, этот образ обретет хоть какие-то человеческие черты лица, потому что человек, которому там два параграфа в книжке, в учебнике, да, вдруг вот он какие-то черты лица обретает, какую-то человечность, уже появляется некий бэкграунд, на котором уже может потом при желании этого зрителя, может наслаиваться другая информация. Но вновь, ну, говорю, тем более для современного зрителя, вот, абсолютно ничего негативного в этой любовной интрижке нет. Это я понимаю, если какую-нибудь там схимику показать, как так можно, ай-яй-яй, да неужто у него могла быть любовница. Для современной молодежи это настолько естественное отношение, для них это просто совершенно не проблемно. То есть, для них, скорее, странно, что этот чувак, понимаясь ли, еще мается. Это же так очевидно, пожалуйста, официально, с женой, неофициально. Вот, посмотрите те же сериалы про французских королей, всех этих, солнца и так далее. Официально любовница короля. При этом королева – это отдельная тема. Она есть, она жива, ей положено рожать время-тремень детей. Вот, ну, а кроме того, есть официальная флоритка короля. И это вот сознание, которое сейчас становится практически... А еще есть английская модель прекрасная, надоевшая жену, можно казнить, совершенно официально жениться. Ну, это разовый все-таки опыт, это был разовый опыт Генриха несчастного. Вот, прецедентов потом, его все-таки потом никак не повторяли, не дорожали. Вот интересен такой еще момент. Это нормально вообще, что Государственная Дума смотрит какой-то фильм, выносит по нему какое-то решение, выступает с каким-то официальным заявлением? Ведь Госдуме не смотрят все фильмы, которые выходят... Нет, это не официальное заявление в Госдуме. Но, тем не менее, все его ждали, и все ждали. Что же депутаты-то сказали? Да, лично не ждал. Вот, конечно, это люди, которые имеют право посмотреть фильм, прочитать книгу, сказать о нем. Ну, естественно, никакого постановления Госдумы по этому поводу не было, и даже решения какого-нибудь комитета Госдумы, профильного линия. Ну, Елена Дропек обещала, что будет официальное заявление Комитета по культуре. Вот, будет, тогда будем рассматривать это заявление. Ну, то есть, это нормально, что депутаты собрались, посмотрели резонансный фильм и высказали... Они имеют право в зоопарк сходят. А мне кажется, это другая ситуация. У нас кино как-то становится носителем какой-то, я не знаю, нравственности, этики. Пусть становится, пусть. То есть, это вполне его функция. Например, правила дорожного движения теперь будут соблюдать кино, и власти будут за этим следить. Намного, может быть, функций, это в том числе. И не самая плохая, пусть будет. Тогда вопрос по поводу бывшего соратника, заместителя Натальи Поклонской. Я имею в виду заместителя прокурора Симферополя Александра Шкитова, которого уволили со службы, лишили гражданства. Не сказали напрямую, что это связано с Матильдой, но он известен как раз тем, что написал это постановление о недопустимости, показа трейлеров. Поклонская известна тем, что она лагунишка. Такая хроническая. То у нее Суворов Пушкин цитирует, то еще что-нибудь, да. А страдают соратники? В данном случае, извините, никакого решения о лишении гражданства не было. Как это? Его лишили, Российского? Проверили его какие-то там документы, выяснили, что он получил гражданство незаконное и лишили. Не знаю, на официальных порталах об этом еще вроде нет. Сообщение сейчас, там процедура такая. Да нам вот тут сама Наталья Поклонская рассказала в интервью. Как она рассказала, опять же, это ее рассказ. Хорошо их проверять чуть-чуть по официальным каналам. То есть, я говорю, что с одной стороны такой процедуры просто нет. Гражданин России лишить гражданство. С другой стороны, я думаю, что это надо быть, ну, как бы решение политическое. То это надо быть изрядным глупцом. Потому что только что об этом вся наша пропаганда пела, что вот на этих вот приведенных основаниях лишен гражданства был Саакашвили в Украине. Да, и наши медиа, скорее, возмущались этим крючкотворством. А теперь что, и у нас такое же? Это маловероятно. И уж тем более совсем маловероятно, чтобы это связывали с этой несчастной Матильдой. Ну, это сознание сектанта. У которого все в мире соотносится с его верованием, его башком. И поэтому все измитресения, все катастрофы, перевыборы во всех мирах, все войны, и это связано с тем, что вчера его теща нарушила пост. А задержание лидера Организации Христианское Государство не связано с тем, что власти все-таки как-то начали реагировать на этот такой домороченный терроризм вокруг Матильды? Ну, правильная эта реакция должна быть. Тем более человек действительно довольно странный. И в то же время достаточно типичный, вот что самое печальное. И дело не в том, что там его биография когда-то, он уже там какой-то срок сидел за убийство даже, говорят. Дело не в этом, а в том, что по сути типаж, это типаж. Простите, только сегодня в Ташкенте наш патриарх сказал, что оскорбление религиозных чувств это то же самое, что экстремизм. Это ведь крайне опасно, вот такое натягивание ежика на глобус. То есть, продводится под край... Это все равно, понимаете, как кого-то назвать гитлеровцем, скажем. То есть, вот предельно допустимая гестаповца. Ну, мы украинцев называли фашистами и так далее. Правда, забыли уже... Это как экстремизация оппонента, она очень опасная вещь, потому что она ставит твоего оппонента и критика за пределы этики. Об этике мы поговорим после небольшого перерыва. Это особое мнение дьякона Андрея Кураева. Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». И мы продолжаем. Я хочу вот о чем поговорить. Государство давно уже ищет какие-то скрепы, какую-то этику. Я не знаю, в кино там или где-то. Вы слишком по шпаргалке все идете. Нет. Вы, наконец, вышли на серьезную тему. Да, да. Вот эти слова патриарха в Ташкенте сегодняшние слова, о которых я, простите, не успел у себя в блоге еще написать. Это очень серьезно, потому что демонизация оппонента, вот когда ты иссоцовец, дегестаповец, еще что-то, ты бен ладан, это ставит человека вне христианского милосердия. Получается, это вне закона и вне морали. То есть, человек объявлен вне закона, любой может его убить, и это вменится ему в заслугу, а не в преступление. Кроме того, когда происходит такая максимализация какого-то греха, то в этом случае происходит, как ни странно, по закону диалектики, банализация зла. Если все, мы любого оппонента в интернете называем нацистом, то в итоге быть нацистом становится вроде бы уже и ничего. Столько людей получили эту кличку, это прозвище, что уже вроде бы как-то это и не больно, и не стыдно. Получить такой клевок, такой ярлык. Вот так же и здесь, если человек, который нарисовал карикатуру, он является экстремистом. А экстремисты, это у нас дальше, это все идет на фоне новостной ленты, что экстремисты взорвали то-то, экстремисты расстреляли там-то и так далее. Это просто какие-то сущие нелюди. И, соответственно, и карать их надо тоже как стратегическими бандировщиками, пусками ракет с подводных лодок. Или как минимум поджоганным машин возле офиса. То есть, знаете, это очень опасные слова нашего патриарха, которые как раз и создают некий психологический, я бы даже сказал, в чем-то вероучительный, аксиологический фон для появления всех этих лидеров христианских государств и их подручных. А в целом, опять я возвращаюсь на свою дорожку. В целом у нас в государстве какая этика? Какое это было сначала ощущение, что с церкви началось вращение? Вот да, мы начали эти христианские ценности принимать, государство их пропагандировать, появилась потом Поклонская, эти христианские экстремисты, и вроде бы государство с церковью сейчас, ну, в контрах, не в контрах, но как-то ставят на место, как-то начинается расхождение какое-то. Этика государственная, не связанная с церковью, может быть, не связанная с религией, или связанная, есть сейчас в государстве? Обычно христианская этика прописывается в преобулах законодательным актам. То есть, настоящий закон принимается исходя из. И вот там обычно пронепречисляются какие-то ценности. Если это закон не чисто экономически-таможенный, а какие-то касающиеся прав людей, гуманитарного аспекта, вот там это прописано. И когда если просто собрать отдельно эти бумаги, то получится, да, перед нами вполне христианская и гуманистическая система ценностей государства. Но не делай другому того, чего ты не хочешь, чтобы делали тебе? Ну, на уровне декларации, конечно, это прописано. Это не всегда, естественно, соблюдается, да. И у нас в былые годы было модно обвинять западных партнеров во двойных стандартах, да. Но сейчас, по сути говоря, и уже наши многие ритеры официальные стали говорить, ага, нас обманывали, поэтому мы тоже имеем право. Вот это, ну, начиная, скажем, да, вы и так поступили с Косово, поэтому у нас есть право так же поступить с Украиной и Крымом, например, по такому сценарию. С другой стороны, конечно, очень интересно, вот на последние дни, скажем, масс-медиа очень позитивно описывали референдум в Курдистане, и могло создать впечатление, что Россия приветствует. О, да, да. А на самом деле, конечно, на официальном уровне нет, в конце концов, признавлений, что мы не признаем, признаем целостность каждого из государств, мы не считаем референдум в Каталонии. Аналогичная ситуация. Абсолютно та же самая реакция. При том, что мы все понимаем, что наши власти сочувствуют сепаратистам. Я имею в виду ту же Шотландию, тот же Брэкзит и ту же Каталонию. Но так в чем жить тогда государственно? Это сплошное лицемерие? Ну, я не могу за них решать, да. Почему, поймите, опять же, этика говорит именно о ценностных ориентирах, о звездах, что у одношней головы. А не... Это не всегда описание... Этика как наука, это не описание реальных моделей поведения людей. Оно, понятно, очень часто бывает совершенно неморальным, как минимум, да. Тогда здесь не тот термин должен быть. А официальные декларации, да, они вполне правильные, хорошие. А может быть, государству вообще не нужна этика? Ему нужна структура для выживания чиновников, правящих элит и приближенных к ним. Зачем ему этика? Система... Если это государство демократическое, предполагается, что избиратели делегируют государству определенные свои полномочия. И при этом эти избиратели, они чем-то руководствуются. И опять же, у них есть определенная ценность. И поэтому существуют определенные партийные программы, где тоже вот этот кодекс строителя коммунизма или еще чего-то, он там обычно прописан. Поэтому государство, кажется, тоже должно быть этически вменяемым и этически подконтрольным. А как, на Ваш взгляд, все-таки в последнее время государство срастается с церковью или скорее расходится? Я думаю, что точки расхождения, если есть, они очень незначительные. Совпадений гораздо больше. Ну, по мелочам, да. То есть, когда там обеды патриаршей свита в реме у визитов оплачиваются через сайт госзакупок. Это в Курганской области. Это и в Башкирии, это где-то там в Фантомансийске, по-моему, что-то такое было. То есть, с того, что я просто недавно на этот сад зашел, поискал немножко и обнаружил несколько таких симпатичных вещей. А губернатор Павел Тавченко, который снова сказал о том, что Исааки должны все-таки передать РПЦ, это что? Да, при этом еще что важно, что патриарх, который, конечно, гораздо больше, чем я информировал на настроениях в правительственной верхушке, он заведомо не просит того, что могло бы быть неприятно для государства. То есть, например, даже если бы речь об ограничении абортов, то есть это удел православных активистов. На эту тему говорить, патриарх, он как-то так почехнуто в сторонке стоит. И Исааки тоже официально не просит, потому что понимает, что сейчас не время. Да, да, да. Нельзя раскачивать лодку в предвыборный год. А губернатор зачем так делает? Он уже готов, понимает, что расстается со своим постом? Ну, весьма вероятно, да. Потому что найти новую газету или интервью губернатору, это какой-то очень радикальный ход, необычный. И напоследок решил сделать доброе дело и дачу в Комарову передать. Тоже РПЦ. Да, но это, конечно, замечательно. Что касается Исааки, то заявление полташника по этому поводу наиболее интересно. Там две вещи. Первая – это то, что до сих пор нет обращения церкви. Верните нам эту часовенку. Что само по себе тоже очень интересно, да. С другой стороны, да, и вторая деталь, которая там была интересна, то, что буквально церковь готова на все. В смысле, готова даже платить налоги с доходов за экскурсионную деятельность. Но это, конечно, ему придется скатать назад. Объявить, что это, опять же, не налоги, а пожертвования. Вообще-то не экскурсионная деятельность и обслуживание, а это катехизация миссионерства. Как это можно платить налог за миссионерские услуги? Мы китайцам проповедуем наше святое православие. А вы хотите с нас на налоги брать, да вы что? Напротив, нам должны отдельные гранты на это выделять. То есть, патриархия здесь убежденно выкрутится. Этих налогов, конечно, не будет платить. Но, тем не менее, полтавщик почему-то уверен, что церковь готова взять Исааки на свое содержание. То есть, она, конечно, это готова декларировать. Только вопрос в том, что, проектировав это, она через два года обратится, опять же, во все инстанции, скажет, вот, знаете, наша сочинка рушится немножко. Подкраситься надо. Да, эти денежки, вы же понимаете, они для нас. Это лицо России и так далее. И эти денежки, конечно, дадут. Вот, а вторая тема, да, это то, что там, где на недельку в Комарово, на этой недельке до второго растянулось, в смысле пришествия, а не числа, вот, там находится, соответственно, на резиденции дачи петербургского митрополита. И как-то ему захотелось выхода к морю. И для этого удобно подходил соседний участок, полтора гектара, который нужно было взять под себя. И вот, по-другому, было решение специальных органов в Петербурге. Земля эта передана. Причем, действительно, обоснования очень странные. То есть, это можно передать религиозной организации участок земли, на котором находится уже, скажем, религиозный объект, или там объект Тарковной Боготворительности. В данном случае, если бы этот участок был связан, я полагаю, что, может быть, в этой даче митрополита есть молитвенная комнатка. Не исключаю. То есть, там просто жилой дом? Да. Ну, конечно, жилой дом, встали. Вот. Ну, конечно, можно сказать, что, поскольку у меня там есть молитвенная комнатка, поэтому давайте это считать храмом. Но, простите, если бы была связь между этим домом и вот этим новым участком, то они бы еще и давным-давно были бы связаны в бумагах и переданы. Значит, ясно, что речь идет именно о том, чтобы соседний участок забрали. Ну, а второе, конечно, цинизм, что это называется подботворительная цель. Благотворение для митрополита, бедники, которому так не хватало этих полгода гектар заповедного леса на берегу моря. Кроме тех, не знаю, сколько, которые у него уже есть. Ну, в общем, довольно цинично. Но это традиция уже, потому что в 2011 году, когда громко стало известно о том, что в Геленджике на берегу моря, вопреки всему законодательству России, кусок прибрежья приватизируется патриархом, а там строится резиденция, тогда патриархия устами своего информационного министерства заявила, что вы, что вы. Это просто центр детского просвещения. То есть, я так понимаю, что по мелочи деньги и гектары церкви дают. Из бюджета финансируются визиты религиозных деятелей, да, дачи там все. А Исааки все-таки не дают. А почему Исааки-то не отдают? Неужели из-за протестов? Неужели их испугались? Может быть, поэтому все-таки я думаю, что для Путина важно это его родной город. И поэтому настроение горожан, я думаю, ему для него значило. Ну, не всегда. С тем же мостом Кадырова. Ну, да. Я думаю, что если брать между Кадыровым патриархом у Путина, все-таки Кадыров на его шахтной доске значит больше. Ах, вот так. Потому что Кадыров, что называется, с руки вскормлен. Это его, он считает, очень удачный проект и модель замерения Кавказа. У нас остается буквально пару минут до перерыва, раз уж мы про мораль, этику, нравственность. Что у нас учителя так изверели? Я имею в виду эти последние истории с учительницей, которая второкласснику написала на лбу дурак. В Рязанской области побили школьницу на занятиях. И при этом еще обсуждают вопрос, а должны ли уволить учителя. Работа нервная. Что же делать-то? До некоторой степени это издержки профессии. У нас в своем виду профессии. То есть, когда существуют сотни, тысячи, если не миллионы людей, которые работают в этой профессии, конечно, там неизбежны и срывы, неизбежно появление дураков и прочее. Так что сами по себе эти отдельные случаи, это не страшно. Хуже то, что учителя сами себя считают партийно мобилизованными. Вот это хуже. То, что каждый директор школы в России это лжец, вот это страшно. Лжец и преступник. Каждый директор школы России. Как это? А потому что каждая школа это избирательный участок. И соответственно, когда начинает и по должности директор школы член избиракома местного. И как только идут выборы, начинаются махинации, это все на его глазах происходит. И в этом смысле, да, получается, что, учитывая, что наши выборы не отличаются особой честностью и прозрачностью, тресловутые 120% рисуются не без помощи директоров школы, которые на сочетание приходят и начинают учить детей жить по совести на голубом глазу. И писать им на лбу дурак. Это особое мнение дьякона Андрея Кураева. Мы вернемся после небольшого перерыва. Радио Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Это особое мнение дьякона Андрея Кураева. Мы тут в новостях только что слышали про задержанного Навального. То есть власти у нас не смогли задержать совладельца Вимавиа, который устроил коллапс на туристическом и авиационном рынке. Мы смогли задержать Навального, который должен был ехать на санкционированную акцию в Нижний Новгород. Это вот уже такая неприкрытая и явная борьба с оппозиционной активностью? Ну, видите, полицейских в стране не хватает. Как это? За всеми не уследишь. Это же как тараканы разбегаются. А вы говорите, полицейское государство. Нет. То есть вы имеете в виду, что за Навальным уследили, а... Да, на всех не хватило глазок. А затем нет. А сама вот эта вот практика задерживать человека, который ничего противозаконного не сделал, да и акция, на которую он ехал, разрешена властями? Да. И как это? Я слышал, что в Нижний Новгороде санкционированный митинг, абсолютно официально разрешенный. Так, ну понятно. У вас много гостей уже на эту тему высказывались. То есть у вас нет особого мнения на эту тему? Да не хочется, честное слово. Ну... Не хочется. Хорошо. Тогда поговорим про другую активность. Я имею в виду Киевский педагогический университет, куда студентов согнали на молебен. А они пришли с бейджиками, надписями на одежде. Меня заставили сюда прийти вместо пар. Молодцы ребята. Эти как молодцы. Молодцы ребята, да. Посмотрим, с чего им будет. Начинать все-таки уточним, да, что это был молебен патриарха Филарета в его соборе. Вот. А студенты национального университета, то есть такое это Киевский МГУ, скажем так. То есть главный университет страны. Вот. И ректор вроде объясняет ситуацию. Сказал, что он сам заказал молебен по подслуживанию там дня печати или еще чего-то. Так, ну что для студентов журфака. Что было совсем глупо именно журналистов на этот молебен загонять, да. Вот. Но меня удивило вот что. Что узнал-то я об этом из новостной рассылки Союза православных журналистов Украины. Это такая как раз кружок перьев, обслуживающих телеса московской патриархии на Украине. И они, понятно, возмущались тем, что конкуренту студентов погнали. Вот. Однако же, когда совершенно аналогичное деяние происходит в России, наши церковные перья молчат. Чернили у них для этого не хватает. А в России бывает такое? Или все приходят на митинги, на молебнии? В Петербургский крестный ход недавно был, пару недель назад. Там тоже сгоняли? Конечно, там через ректораты и так далее необходимо прийти. Причем было сказано, отмечаться, учли ошибки прошлых лет. И отмечаться теперь надо не в начале крестного хода, а в его конце, а по окончании мероприятия. Чтобы видно было, сколько дошло. Совершенно верно, да. А почему питерские молодые люди такие политически неактивные? Почему они хотя бы бэджик не нацепили, меня заставили прийти? А вот это интересный вопрос. А почему у нас такая бы зливая атмосфера в стране? Да. Это касается и учителей, это касается и студентов. Почему? Вот как действительно, конечно, можно объяснить генетикой сталинских лет, но это вроде бы много времени прошло. Может быть, кто же и стряхнуть этот морг с глаз, с век и так далее. Нет, он все-таки есть. То есть, как-то естественно чувствует себя таким маленьким, беспомощным. От меня ничего не зависит, с меня никакого спроса. И поэтому это не я, это начальник виноват. Ну, тем не менее, молодежь и в Москве, и в Петербурге выходила на акции протеста весной. Или это разная молодежь? Да, может быть, даже... Одни и те же. А потом пойти туда, куда тебя сгоняют? Нет, ну, во-первых, человек может быть политических взглядов, скажем так, не кремлевских, при этом церковным православным человеком. И поэтому идет на крестный ход. Этого исключать нельзя, такой совместимости. Во-вторых, человек, опять же, может для себя решить, по каким поводам я протестую, по каким нет. Есть вещи, за которые нельзя платить своей судьбой. Если есть, скажем, угроза отчисления из университета, провальные сессии и так далее, тут он подумает, да. Стоит ли такую цену платить за что? За прохождение по площади с друзьями, да. В конце концов, он так там с своими девчонками гуляет по этому Невскому проспекту. Почему не пройтись еще разочек только в проезжей части, куда обычно не попадает, да. То есть, я не буду осуждать эти ребят просто за то, что они приняли участие в этом. Вот, но то, что у нас такое правозащитное сознание в защитной степени парализованную, понимаете, ну, это тот случай, когда люди сами не кладут, не определяют границы своей приватности. Это касается и не только вот такой большой политикой, но и маленькой, что-то разрешая своему начальнику делать. Тыкать, например, да. А помыкать, понуждать к исполнению неслужебных обязанностей. Слушай, принеси мне два кофе еще там и так далее, да. Вот, начиная с этих мелочей. А вот эти выборы всеобщие недавние, которые у нас прошли, где вся Россия проголосовала за Единую Россию, это что? Нежелание каких-то проблем с карьерой, с учебой. Действительно, многим нравится то, что происходит. Никто не хочет ничего менять. Как на ваш взгляд? Почему так происходит? Я не хочу обобщать. Лично мой микрорайон голосовал за Яблочников. Лично ваш московский микрорайон. А вся страна? Почему? Сейчас страна не голосовала. Голосовали отдельные регионы. Но, тем не менее. Это же не парламентские выборы. Тем не менее, Москва выбивается на этом фунду. Побеждает тот, кого телевизор. Телевизору может соприкатиться только Фейсбук. Но его скоро забанят. А Фейсбук только в Москве, в некоторых центральных столичных районах. Ну, в общем, да. Это не самое мое. Это не одноклассники. Ну, и кроме того, вроде бы у них, опять же, проблемки. Обещают их в следующем году закрыть. Да, и все будет совсем хорошо. Кстати, раз уж мы сговорили про телевизор Навальный, про Владимира Соловьева, его миллиардное состояние, недвижимость с границей. Все понятно, богатым быть не стыдно. А пропагандировать патриотизм, необходимо затянуть пояса и так далее, и тому подобное, когда у тебя миллиарды, и ты живешь с границей. Когда не работаешь телевизором? Ну, это не повод миллиардов, а, конечно же, понятно, что Соловьев на зарплате и на работе. То есть, он говорит то, что надо, а не то, что он на самом деле думает. Зазор между тем, что он думает в телеэкране и тем, что он говорит даже на своей радиопередаче, довольно очевидный зазор. Ну, тем более, я полагаю, еще больше он, когда он говорит просто в своем кругу. Вот. Ну, а главное, ну, это касается только Соловьева. Он просто представитель определенного такого социального слоя, которые на самом деле вполне принимают ценности и стандарты западного общества потребления. и многими своими корнями туда уже проросли, но чувствуют себя обязанными здесь для былого класса обличать это самое общество. Вот это, конечно, печалька. Ну, такая ситуация и среди многих церковных вирархов. А зрители, которые смотрят Соловьева, слушатели, которые слушают, и паства, которые слушают проповедников этих, они-то понимают, что это лицемерие, что... Им просто говорят... Как вы думаете за слушателей? Я их не опрашивал, я не знаю. А как вы думаете? Я к их числу не отношусь, да? То есть, я как-то эти крик-шоу давно уже не смотрю. Ну, на основании чего я должен дать ответ? Ну, я не знаю, на основании своего мнения. Вы думаете, они верят? Я уважаю свое мнение, поэтому с потолка его не беру. Ну, хорошо. Тогда так поступим. Они, может быть, хотят... Мне вот интересно, с точки зрения авиаджио-морали, вот люди наши, наши, как говорят в нашей студии, не народ, хорошо, а население, они верят искренне во все, что им говорят телевизор, который побеждает? Или им удобно в это верить и не видеть того, что происходит? Потому что хорошо, можно не иметь Фейсбука, можно не иметь Твиттера, но мы же все видим, что происходит вокруг нас каждый день. А в телевизоре нам говорят другое. В данном случае у вас все-таки разные идентичности. Кто такие эти мы? Мы это те, кто внимает передачам Киселева и Соловьева? Или мы это те, кто здесь, в студии Эхо Москвы, гордится тем, что мы к этому выдал классу не относимся? Кто мы? Ну, я, например, не горжусь. И об этом не говорю. Но это как в анекдоте, что все голосуют в Единой России, не знаю, кто все эти люди. Среди моих знакомых ни одного такого человека нет. Это так, ситуация обычная. Она не очень политическая. Описаны еще Оруэллы. То есть, соответственно, эпоха телевидения понятная. У кого телевидение, то есть, большинство людей, которых просто нет ни вкуса, ни желания, ни досуга, чтобы вот дотошно въедаться в анализ новостей. Ну, конечно, они принимают уже разжеванную пищу. Когда тебе даже из утюга одной тоже говорят. Или это лицемерная позиция? Когда ты принимаешь эту разжеванную пищу, говоришь, я понимаю, что линия такая, нужно думать так, потому что иначе меня выгонят из вуза, меня уволят с работы, я директор школы, мне нужно так подсчитать голоса. Я говорю, я дал ответ Оруэлл. Вот его пролы. Они искренне согласны с тем, что телек говорит сейчас. И точно так же они будут согласны с тем, что телек скажет завтра, хотя он скажет совершенно противоположно. Мы сегодня из уст Путина услышали, что мой друг Артаган, кто вспомнит, что было два года назад, тому голос вон. Что как-то иначе отзывались про этого политика. И на государственном уровне и так далее. И обещали, что помидоры ему оторвут. Сейчас уже иначе. Ну, вот чисто урловская история, конечно. Отношения Путина и Артагана чисто по уровну. А плюс к этому возникает вопрос, а что такая срочность в этом визите? То есть такое ощущение, что серьезно какая-то яичница пригорела у нас в Сирии. Поэтому пришлось лететь. Заметьте, не Артаган прилетел сюда, значит, не его яичница горит. Путин прилетел к нему. Причем, это он, я говорю, особо не анонсировалось. То есть обычно, когда государственный визит заранее анонсирован, какие-то, опять же, какие-то фильмы идут о великой культуре, странной визиты, наших исторических связях и так далее. А здесь бабах, просыпаемся, где президент, а он за морем. Причем почему-то Турция начала подтверждать данные правозащитников о том, что в результате бомбежек российских гибнут мирные жители. Ну, вот я говорю, какая-то наша яичница серьезно пригорает. Пусть и в Сирии, судя по всему. Поэтому нужно было туда лететь. То есть у нас Сирия скоро будет опять на повестке дня? Наверное. Но она и не исчезала оттуда. Заинтересовала Ваша реплика про избирательные участки в школах. Слушатели спрашивают, а где нужно открывать избирательные участки, чтобы выборы были правильными в храмах? Глупый вопрос. Хорошо. И про массовые отставки губернаторов. Буквально у нас остается несколько секунд. Не все губернаторы так плохи. И не все население недовольно этими отставками. Почему, опять-таки, люди в этих губерниях молчат? Я не знаю. Я не из тех губерниев. Я не могу за них говорить. Что мне все время требовать ответа за других людей? Это было особое мнение Диакона Андрея Кураева, который не хочет отвечать за других людей, а только за себя. Всего Вам доброго. Спасибо. До свидания.